Друзья, вы не поверите, но этот светофор на Ардуино сделал чат GPT, то есть искусственный интеллект. Но, конечно же, не без подсказок человека, то есть меня. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь, а мы начинаем. Всем привет, друзья, с вами Рафаэль Хайтек, и сегодня мы будем делать двойной светофор на Ардуино с помощью чат GPT, а также с помощью своих мозгов. В общем, будем делать в реальной схеме, а также делать в Тинкеркаде. Погодка за бортом, скажем так, хреновенькая, так что будем заниматься кодом и Ардуинкой. В общем, сделал под запросы, ну, под мои запросы сделал вот такую вот схемку. Сделал схему в железе, соответственно, Ардуино Мега 2560 у меня используется. То есть схема вот так вот выглядит примерно как вот здесь. То есть только использована макетная плата. Далее, что нам понадобится, соответственно, зарегистрироваться на чат GPT и попросить его сделать, собственно, схему для работы светофора. В общем, я тут кое-что ему не дописал и получил все равно, в принципе, рабочий светофор. Вот посмотрите, как цикл работает. Сначала вот этот светофор работает, ну, моргает зеленый, горит зеленый, желтый, красный, потом здесь зеленый, желтый, красный. И цикл повторяется. Я хотел сначала, чтобы это работало, потом этот, но пины я прописал сразу для всех. И как бы это забыл, а искусственный интеллект это учел. Давайте посмотрим, что нам нужно для того, чтобы хоть какой-то скетч написать. Нужно правильно задавать вопросы, потому что если вы вопросы неправильно зададите, искусственный интеллект, то он вам, соответственно, и такой же ответ предоставит туфтовый, скажем так. Но в основном он всегда правильный. В общем, что я написал. Напиши скетч для Ардуино, светофоры, светофор, точнее. Пины для светофора, третий зеленый, четвертый желтый, пятый красный, ну и так далее пины. Цикл начинается с третьего, он горит 5 секунд, потом горит четвертый пин желтый, 2 секунды, потом горит красный, 5 секунд, и цикл повторяется сначала. Вот такой скетч он мне предоставил. То есть вот этот готовый код, сейчас он у нас работает на Ардуинке. То есть он сразу учел, я забыл сказать ему, что, ну, то есть пока не надо второй светофор врубать. И он здесь вот подсказывает нам, как нам, что дальше делать. В общем, пока что это выглядит вот так. В общем, ну, я тоже тренирую, смотрю, да, как лучше общаться с чат GPT. В общем, что я хочу, что пока вот эти пины, ну, как сказать, здесь зеленый горит, значит здесь красный. Ему просто нужно об этом правильно сказать, и он вам составит код. В общем, попробую сейчас сделать, и посмотрим, что из этого получится. Так, ну что, дамы и господа, эксперимент считаю весьма удачный, потому что то, что я хотел сделать, оно теперь работает. Но, правда, не с первого раза. Все чаще убеждаюсь, что с искусственным интеллектом нужно правильно уметь общаться, потому что вот малейшая неправильно сказанная вещь, и вас искусственный интеллект не поймет неправильно и сделает неправильно. В общем, я попытался сделать ход конем и написал вот так. То есть, не пытаться объяснить, что тут два светофора, да, а сказал, что включай, например, третий и четвертый пин, то есть красный и зеленый одновременно, потом два желтых включай и два, например, других. Вот. При этом он мне выдал код, который, ну, так как я и написал, он также и, скажем, не работал. Ну, работал не совсем правильно, скажем так. Так, вот. Далее я взял код, когда у нас работал первый светофор, ну, то есть зеленый, желтый, красный, потом следующий, зеленый, желтый, красный. Цикл повторялся. Я ему закинул вот этот код, который был до этого. Вот этот. И написал, измени этот код, чтобы светофор работал в двух циклах. Пока у одного горит зеленый, то у второго горит красный. И написал, что измени этот код, который он мне же и давал. Вот, я написал, смотрите, внимательно. Вот. И на что он мне сначала написал окей вот тут. И, соответственно, выдал мне уже полностью рабочий код. То есть, иногда даже более простым языком проще объяснить боту, что нужно делать. В итоге сразу проверил на тинкеркаде. И вот, соответственно, тоже код выглядит вот так. Ссылка тоже будет в описании на тинкеркад. И, соответственно, вот. В противофазе работает. То есть, пока тут горит зеленый, тут красный горит. И наоборот. То есть, можно таким образом и много сделать. В общем-то, то, что я хотел сделать, в принципе, получилось. Тут главное, я говорю, задавайте правильные вопросы. И не стесняйтесь спрашивать у искусственного интеллекта что-то. Например, как мне сделать светофор, например, в конце концов. Ну, или что-то вы делаете. Потому что я часто прибегаю к такому методу теперь уже. Потому что, если ты что-то не знаешь, как сделать, спроси. Спроси это. Потому что человек все не может знать. Но зато результат вот такой. Светофор у нас работает. То есть, если вот это продублировать, например, крестообразный перекресток у нас горит. Так, давайте сейчас чем-нибудь я покажу. Ну, например, вот так вот. Сейчас мы возьмем бумажку и нарисуем. Смотрите, вот есть перекресток, да, вот такой вот. Вот. Почему я делал два светофора? Смотрите. Пока здесь зеленый горит, то есть, в эту сторону зеленый, то и здесь зеленый горит в эту сторону. То есть, вот почему. То есть, тут не надо писать, что сделай мне четыре светофора, например. Один светофор горит зеленый, да, вот, например. Это первый светофор и это первый зеленый. Здесь горит красный и здесь горит красный. То есть здесь запрещающий и здесь запрещающий. Все, нам только два светофора нужно сделать. И по факту у нас перекресток полностью автоматизирован на Ардуинке и чате GPT. В общем, вот такой ролик, друзья. Если вам нравятся подобные видео, пишите комментарии. Также оставляйте свои идеи и делитесь своим, возможно, опытом тоже в создании подобного. Все, до скорых встреч, пока-пока.